Добрый день, уважаемые участники. Я очень рад видеть всех своих. Братьев, Мусынам. Само право на молитву есть у нас у всех. В Рязанской области в том числе. Вопрос в том, каким образом им воспользоваться и как. Не случайно в 2010 году При учреждении нашей региональной областной организации Духовного правительства мусульманской области Рязанской области мы прописали в нашем уставе среди задач создание условий для удовлетворения религиозных мусульман проживающих на территории Рязанской области то есть именно каким образом нам совершать наши молитвы наше религиозное богослужение и где их совершать понятно у каждого есть там свой дом либо своя квартира либо он снимает где-то что-то и там он спокойно может совершать свои религиозные обряды но есть и коллективные обязательные молитвы каждую пятницу этого мусульман где мы должны все собираться обычно в мечетях и совершать коллективные пятничные джума намазы джума маленького. К сожалению в Рязани до сих пор нет отдельной специальной полноценной мечети. В 2010 году после регистрации нашей организации мы обращались с администрацией города просили предоставить нам хотя бы первоначальное помещение для проведения молитв но к сожалению те варианты которые были предложены были совершенно неприемлемы. то есть либо там где-то совсем не то что без окон без дверей а даже без стены без крыши они нам хотели предоставить для выбора то же самое как вот вы упомянули сегодня о том что есть вопрос о передаче рязанской епархии здание школы где сейчас находится шестая школа как раз митрополит Марк рассказал в одном из трех газет цитирую можно ли назвать такие предложения адекватными то есть там сейчас администрация Рязани предлагает вместо этого здания другие помещения тоже вот как раз хотя и намного лучше чем нам в свое время но тем не менее. хотел бы еще сказать что в Рязани у нас действует церковь евангелистов христиан-баптистов функционирует церковь адвентистов седьмого дня очень много православных храмов функционирует и строится и сейчас и в последние годы последние десятилетия-двадцатилетия постоянно строятся новые храмы. к сожалению мы все-таки пытаемся и пишем письма администрации в правительстве Рязанской области о выделении нам земельного участка чтобы мы смогли построить именно полностью функциональную официальную мечеть. к сожалению нам отвечают и говорят что участков для этого нет ни администрации, ни где-то еще в других районах в Рязанском районе. в двенадцатом году именно не получив от администрации какое-то помещение мы пошли вот уже называется проторенной дорожкой просто купили шристики и построили там бомбы. молельный дом как сейчас называется но это не официальная мечеть это просто жилое здание где проводятся молитвы. по слову всевышнего законодательство позволяет совершать молитвы в жилых домах. эти внесения изменений мировой осталось и точнее сейчас есть два чтения в законе. но тем не менее в первоначальном законе это до сих пор сохранилось. в текущей редакции это есть, что можно в жилых домах тоже совершать благослужение. на территории Рязанской области очень много и сохранившихся, но к сожалению уже в удручающем состоянии находящиеся в мечети. наша история, которая сохранилась от предыдущего Касимовского ханства. в первую очередь это восточная часть Рязанской области, где только на территории Касимовского уезда функционировало 14 мечетей. сейчас вот на территории восточной области уже не сохранились здания мечетей 19 века, их рассчитывается 12. к сожалению очень многие были разрушены, но к сожалению не восстановлены. есть сохранившиеся здания мечетей 19 века, которые не все еще восстановлены. благослужившему некоторые из них нам удалось восстановить. там где-то уже функционеры, где-то еще полную меру это действует. но тем не менее у нас все-таки основной вопрос по городу Рязани, где по специальной статистике еще 2010 года проживает около 5000 мусульман, порядка 26 национальностей, даже больше 6341 человек. это и татары, это и варцы, это и землежанцы, это и другие национальности. последние 10 лет у нас много неударантов здесь в Рязани, причем они уже получили гражданство и живут здесь и семьями, и родственниками, и другими. всего по нашим данным на территории области проживает порядка 125 тысяч мусульман, то есть это где-то 10% до конец. мы надеемся, что у нас получится и построить и полноценную мечеть, и может быть с большим участком, потому что на праздничных молитвах, это по Бангу, на Замвере, где мы просим предоставить там помещение участников, которые, слава Всевышний, идут нам навстречу, но тем не менее это открытые площадки, там парковки для автомобилей перед торговыми центрами, либо это другие места, тоже открытые, и, к сожалению, не всегда ровные, и там на щегонках нам тоже приходится молиться в эти праздники, когда приходят и за исключением прошлого года 5-8 тысяч мусульман. Мы же не можем разделять между гражданами России и негражданами, которые, к сожалению, имеют разделение в муниципалитетах, и об этом тоже нужно сказать. Но тем не менее, я бы еще хотел подчеркнуть положительную функцию Совета по гармонизации, как и при городе, при администрации города Рязани, при администрации правительства Рязанской области, где мы тоже хотя бы сидим вместе с представителями других вероисповеданий, мы можем по очи увидеть друг друга. И также очень хотелось бы тоже поблагодарить правительство, сейчас эти министерства по территориально образованию, которые, проводя круглые столы, приглашают всех нас, я имею в виду представителей разных компенсий, для участия в этих круглых столах, чтобы у нас вот этот межконфессиональный диалог, это действительно играет положительную роль в нашем межконфессиональном диалоге. Тем не менее, вопросов по решению наших мусульманских проблем, которые, к сожалению, не решаются, поэтому мне пришлось отписать обращение нашего президента Путина в прошлом году, позавчера буквально перед пресс-конференцией. Будем надеяться, что наши отчаяния и наши молитвы будут услышаны, мы все еще точно слышат их, но и хотелось бы, чтобы наша администрация и наши коллективы тоже их услышали. Спасибо большое за представление возможности для участия в этой программе. Прошло.